Новости информбюро в эфире. Продолжаем выпуск. Стали известны правила субсидирования арендной платы жилья малоимущим семьям. Претендовать на выплаты смогут четыре категории граждан. Правда, для этого они должны стоять в очереди на жилье и иметь на каждого члена семьи не более 36 тысяч тенге дохода. Анастасия Новикова с подробностями. Махпала Алтенбекова одна воспитывает маленькую дочь с инвалидностью второй группы. В очередь на жилье женщина встала в прошлом году. И сейчас она в списке под номером 14 800. Так что в ближайшие годы ей придётся отдавать большую часть своего дохода за аренду квартиры. Из пенсии по инвалидности дочери в 100 тысяч тенге. 60 тысяч тенге отдаю за аренду. Плюс коммунальные услуги. На 40 тысяч живём. Махпал хотела принять участие в программе субсидирования арендного жилья. Но несмотря на острую нужду, сделать это женщина вряд ли сможет. Доход на каждого члена семьи по правилам не должен превышать 36 тысяч тенге. На помощь с арендной платой могут рассчитывать состоящие в очереди на жильё инвалиды первой и второй групп, семьи, где воспитывают детей инвалидов, многодетные и дети-сироты. Для семьи из одного и трёх человек площадь жилья не должна превышать 40 квадратных метров при аренде. Для семьи 4-5 человек площадь жилья не больше 60 квадратных метров. Для семьи из шести человек и более площадь, субсидируемая площадь, не больше 80 квадратных метров. Если человек арендует больше, то разницу он уже сам перекрывает. Для каждого региона сумма субсидий разная. Например, семьи из трёх человек в Нур-Султане и Алматы могут оплатить максимум 55 тысяч тенге из 110. В Шенкенте семьи из 4-5 человек вернут 64 тысячи тенге, если полная аренда составит 128 тысяч. Но нельзя снимать жильё у родственников и даже у бывших супругов, а также пересдавать его. За этим будут следить мониторинговые группы. Кроме того, у арендатора и арендодателя должен быть официальный договор. Всего помочь с арендой планируют 70 тысячам нуждающихся по всему Казахстану. Из всех категорий по субсидированию по городу Шенкент намечается выделить именно 8 841 человек. Заявки на субсидирование арендного жилья пока не принимают. Систему планируют наладить к концу апреля. Предполагается, что подать заявки можно будет онлайн через сайты и приложения от Басыбанка. Асем Караулова, Анастасия Новикова, Амантай Ауильбеков, Информбюро, Шенкент.